Привет, слугас. Проблема, которую вы описываете, мне ясна, по крайней мере, смысл ее мне понять. Давайте попробуем с вами разобраться, что происходит, попробуем понять, как происходит, и попробуем выработать некие алгоритмы поведения, да? Значит, вы пишите, что ваша жена никогда не проявляет к вам нет. Итак, употребляя слово «никогда», вы имеете в виду, что она была такой всегда. Что, в общем, в некотором смысле не то, чтобы ее оправдывает, но, по крайней мере, создает, ну, скажем так, хотя бы некий предпосыл, некую предпосылку к тому, чтобы ее, например, попробовать понять или принять, может быть, да? Тем не менее, тем не менее, вы свою жену как-то выбрали. То есть, вы решили стать ее мужем, решили сделать ее своей, и теперь получается, по факту, что вы отказываетесь принимать ее такой, какая она есть. Возникает, конечно, вопрос, на мой взгляд, довольно логичный. Когда вы выбирали свою жену, вы ведь знали, наверное, какая она, кто из себя представляет. Вы знали, что она, ну, вот, грубо говоря, такая вот, ну, не умеет, не может выражать свои чувства тогда? Знали ли вы об этом, что она такая? Знали ли вы о том, что она не может выражаться в своей чувстве? Скорее всего, да. Почему сделали ее своей? Почему сейчас вы требуете от нее перемен каких-то каких-то, на мой взгляд, совершенно непонятно. То есть, причина у этого, конечно, есть. И причина, главным образом, кроется в том, что вы говорите о том, что может быть глупым, то, что вы нуждаетесь, вот, собственно, в каких-то ласках, в нежности, в любви и так далее, так далее, так далее. Если вы называете это глупым, значит, вы склонны себя принижать. Если вы склонны себя принижать, значит, вы склонны себе же и запрещать какие-то вещи. Если вы склонны запрещать себе какие-то вещи, значит, вы склонны себя же и подавлять. И если вы себя подавляете, то вот вам и причина, по которой вы не с той женщиной, а с которой в действительности хотели бы, например, быть. Является ли это проблемой? Да, является это проблемой. Потому что вы таким образом не являетесь счастливыми. И требуете от своей женщины, чтобы она была той, кем она не является и изначально не являлась. А если вам нужна ласка и забота, если именно вам это нужно, то какая и для чего? Как и почему вы чувствуете себя, когда этого не получаете? Как и почему вы чувствуете себя, когда этого у вас нет? Как и почему вы ощущаете себя, когда не получаете нужный вам ласка, заботы, тепла, нежности и так далее. Почему для вас это стало актуально только сейчас? А раньше, например, актуально не было. Что изменилось в вашей жизни? Что стало иначе? Что стало по-другому? Почему стало иначе? Почему стало по-другому, что вы сейчас только начали спросить от женщины, чтобы она давала вам то, что вы нуждаёте? Понимаете, вся тонкость, она связана именно с этим. Именно в этом, условно говоря, вся проблема. Что вы требуете от неё быть той, кем она не является. Потому что вам, именно вам, это нужно. Вот. Соответственно, здесь отношение к себе, то есть вот, ну, грубо говоря, как вы относитесь к себе, сами. Как вы относитесь к себе, как вы себя воспринимаете. Очень важно наложить на то, как вы воспринимаете свою женщину в контексте чего, в контексте каких проблем, например, вы её воспринимаете, видите и так далее. Если она говорит, что не умеет, не привыкла выражать свои чувства, значит её нужно научить. Если вы выбрали свою женщину, что она такая, какая она есть, значит вы понимаете, что сама жизнь чувства к вам, она не проявит. Она может быть и рада бы, но возможности такой у неё нет. Соответственно, либо вы её пытаетесь этому научить, либо вы её учите, либо вы просто-напросто ищите для себя, скажем так, более адекватную возможность получить то, что вам нужно. Просто ищите для себя более адекватную возможность получить необходимую ласку, тепло, нервность, любовь и заботу. Так, на мои вопросы говорят, что не умеет, так, но, собственно, вы сами свой вопрос не задаёте. Знаете, Евгений, мне видится главная проблема ваша неуверенность в себе. Вот это видится мне главной проблематикой здесь, потому что именно из-за того, что вы в себе не уверены, вы как бы сомневаетесь в том, чего вы достойны, вы сомневаетесь в том, насколько оправданы то, чего вы хотите. И эти сомнения не добавляют, поверьте мне, эти сомнения никак не добавляют вам и тем более вашей жене какой-либо уверенность в том, что вы, например, делаете. Поэтому вам нужно, или, по крайней мере, желательно, за некую основу взять свою модель поведения. И жену свою окружить лаской и заботой так, чтобы она не боялась проявить эту заботу. Она не боялась выражать свои чувства, потому что сейчас у меня такое ощущение, такое впечатление, что она боится выражать свои эмоции. Боится выражать свои чувства. И выражает их наиболее безопасным для себя способом. Вот. Поэтому здесь я полагаю вам можно порекомендовать именно это. То, что я сказал. Плюс работа над уверенностью в себе и плюс формирование своей модели мужского поведения. Ну и опять же, более, скажем так, осознанное принятие решения, да, если мы говорим именно о неком выборе ваших. Да, если мы говорим о том, что вы делаете выбор, и что вы делаете выбор в пользу этой женщины, то, соответственно, выбор, который вы делаете в пользу этой женщины, ну, желательно сделать все-таки, скажем так, несколько более сознательным, несколько более осознанным, чтобы он был адекватным и чтобы он соответствовал тому, чего вы хотите. Вот. А пока вы, к сожалению, очень неуверенно себя демонстрируете, и себя неуверенно демонстрируете, и, к сожалению, неуверенно демонстрируете вы свой выбор. Так что я рекомендую вам здесь вот на эти вещи обратить внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok